Семья это те люди которые всегда тебя поймут поддержат и любят тебя за то что ты есть Брат с сестрой это те члены семьи которые должны присматривать друг за другом подбадривать в нужные моменты и защищать от любого и они общаются на одной волне доверяют друг другу как никому другому Отец и мать это самые ответственные части семьи если же в их кругу начнется сильная ссора то семья не дай бог может распаться Бабушка и дедушка это те люди которые любят и готовы побаловать любимых внуков У аппарата Дэнфоб и сегодня речь пойдет о семье Антона она у него очень загадочная как кажется на первый взгляд А перед тем как я начну подпишись и поставь лайк и также напиши комментарий тебе не трудно а мне приятно но ведь правда у тебя это действие отымит 5 секунд а зато как я буду этому рад Начнем пожалуй с самого старшего члена семьи тоже это у нас бабушка мы не знаем как ее зовут в игре она у нас помечена как просто бабушка Она у нас верит в духов некоторые думали что она ведьма а мы знаем что ведьмы живут в лесах подальше от людей и она знает заговоры Попрошу заметить что большинство бабушек знает всякие свои родом заговоры ведь они верят что они помогут да что они порой даже я в них верю они и правда могут работать но в нужных случаях также она заранее подготовилась к своим похоронам Но на это причина есть как и по сей день это цены что у них нету свойства снижаться а наоборот повышаться и когда у нее появится нужное количество денег она заранее купила гроб для того чтобы потом еще не копить еще больше А ну Ильей могла дать денег ее дочь по имени Карина мать Антона ведь отец Антона работает бухгалтером и она могла узнать что ее мама хочет заранее все сделать чтобы потом суету не наводить Что ж бабушка может быть и обычная но у меня есть теория что она стала лисой по имени Алиса Ну да может и это глупость но сами посудите мы не знаем до сих пор точно кто такая Алиса может быть Алиса это бабушка Антона остается только гадать потому что же она за ним присматривает ему ничего плохого она не сделала Она наоборот помогает Антону и как мы знаем что бабушка любила Антону ну может быть Алиса это совсем другая какая то может не бабушка может быть и Полина или Катя или кто то еще остается только опять же говорю гадать Переходим далее к вожаку стаи это у нас батя Тоши он у нас работал бухгалтером живя еще в столице но кто знает тот знает что в 90 эта профессия относится к криминалу чаще предприятия Они отстранялись от уплаты налогов но чтобы больше себе положить карман и мы узнаем что они сбежали из своего старого дома и переехали в дом где живет Карина А где жила Карина мама Антона недавно мой друг сделал теорию что а может и смерть бабушки Антона была подстроена что ее мог убить отец Антона для того чтобы жить в ее доме без всяких взглядов на это все еще остается загадкой Также когда Антона отец заберет с леса в автомобиль мы можем заметить в бардачке ствол вроде пистолет Макарова Ребята ребята давайте им пистолет подарим а Антош убери Макара сейчас вообще не до тебя Ну и что если мы выберем а ну и то что если мы выберем сюжетную ветку изгоя и автомобиль что же до него а автомобиль по тем временам шикарный я бы сам на таком прокатился бы а марка машины ого-го 525 бмв е-34 этот автомобиль лихие девяностые была мечта любого автомобилиста да и обычные люди говорили что только бандиты на таких разъезжают ведь обычный люд не может себе такую позволить Значит шикарно тошек с Олей жили вот и по этому объясняет почему тогда Антон капризничал когда ему подарили тетрис вместо поездки в Диснейленд То есть Антона они слегка разбавовали но потом он понял гибель семейного положения и перестал что-то просить большого и ствол в машине обозначает что в городе на отца Антона могли мягко говоря устранить устроить кипиш Те же самые бандиты что-то отец Антона у них либо отобрал либо не отдадал или же его предприятие в котором работал Петров я буду называть отца Антона Петровым ведь его имени мы не знаем знаем только фамилию Ну так вот ствол ему нужен для обороны и то предприятие которое кому-то переехало дорогу теперь имеет дело с бандитами И видимо отец Антона уже имел с ними дело и он понял что за ним придут и ему по хорошему нужно уезжать из города в деревню А тут жена из деревни об которой городской человек не догадывается искать именно в этом поселке Но Антон замечает возле школы и сзади школы заячью губу Если вы не знаете кто он такой то у меня есть про него отдельный ролик Будет подсказка или в конце или будет плейлист с теориями и там вы сможете найти этот ролик И так продолжим Антон думает что это кто-то из работников школы ведь поселке он никого не знает И так же мы его замечаем в лесу после драки с Семеном Видимо он следит за Антоном и он в курсе что он сын Петрова И так же мы замечаем что отец Антона все время куда-то уезжает Как мы узнаем из сна Антона где он скажет Кате что у него отец тут у его отца тут новая работа Меня бесят те люди которые считают что в селах нечего делать и что в них нет работы Поверьте если деньги будут человеку нужны то он найдет работу А еще как мы знаем что село Антона не прямо уж крохотное ведь там полно домов Есть школы есть полицейский участок В будущем я надеюсь мы его увидим Ну может быть будет наподобие клуба сельского клуба Там в основном по вечерам собираются люди слушать музыку Болтают делают опросы и так же в них проходит голосование ну и так далее Веселятся в основном Так что отец Антона нашел работу и работает в поселке Ну естественно в поселке его никто не знает Он работает на самой обычной работе где-нибудь в сельском совете или где нужна мужская сила Так же отец Антона может работать в колхозе В те времена были колхозы это государственные предприятия Они занимаются сельским хозяйством Но у них так же есть бухгалтеры Возможно отец Антон работает там Но отец Антон уезжает в зимнее время А колхозы в основном работают с апреля по октябрь Зимной они не работают из-за снега Но зарплату все равно получают Но меньше чем в рабочее время Сейчас же колхозов нету Теперь есть фермеры Это в основном частники которые не сдались и продолжают кормить страну Они вообще большие молодцы Благодаря сельскому хозяйству Вы получаете качественные зерновые продукты питания Следующая у нас на очереди это мама Антона по имени Карина Узнаем мы ее имя когда полезем под стол поднимать ложку И увидим под столом чем-то острым нацарапано имя Карина И тут Антон скажет что это имя его мама И так же когда зайдет на кухню отец Антона он назовет ее по имени Так же мы замечаем что они в некой ссоре Плохо друг с другом общаются И друг на друга тявкаются Так же мы узнаем что возможно Карина привыкла жить в роскоши А тут так внезапно перебрались в спешке в родной ее поселок И сразу малина закончилась И возможно это она и злится Что как так отец Антона мог такое допустить Такой большой ошибки И как заявляет сам Антон что когда он был маленьким Он закатил истерику что его не повезли в Диснейленд И после этого они стали ссориться И говорить слово развод Но они понимают что у них дети И они не могут так взять и развестись Да в 90х жизнь была не сахар Никто не был готов к такому поворот событий И многие ссорились из за того что на работах Работали за копейки И вообще не такого они хотели Так же мы узнаем что Карина Мама Антона Не упускает Олю даже на крыльцо Возможно она знает про этих сектантов И может быть она специально делает вид Что она не замечает сову Которая пугает Олю Во время прохождения игры Меня очень удивил момент Когда сова стучит в окно С такой силой что просто можно было услышать Эти звуки стуков по окну По всему дому Да особенно в ночное тихое время И как нам заявлял Ромка Что дети пропадают уже не в первый раз Так кто же еще пропал До Ксении, Вова, Семена и Кати Мне вот очень интересно Остается гадать И попрошу вас заметить Что мама Антона знает Что у его отца есть пистолет Это мы замечаем Когда Антон будет убегать от собак И дома Карина скажет Что вот бы твой отец их всех перестрелял Так же напоминаю вам поставить лайк И подписаться на канал И написать комментарии Вам не трудно, а мне приятно Ну а на этом я пожалуй закончу Про Олю и Антона Ролик или даже ролики Я пока что не решил Будет отдельные выпуски Ну а с вами был я Дэн Фоб Всем спасибо за внимание Всем удачного дня И всем пакеда Йоу! Субтитры сделал DimaTorzok